очередной привет всем в нашем еженедельном техно дайджесте у нас заканчивается короткая неделя чувствуете продуктивность а вот сотрудники microsoft точно чувствуют сегодня расскажем о четырехдневной рабочей неделе роботизированных инструкторов по вождению и споре между цукербергом и джеком дорси поехали microsoft японии решила протестировать короткую рабочую неделю безо всяких праздников 2300 сотрудников работали по четыре дня на их месте каждый четверг и как-то бы так уходила с работы эксперимент длился недолго всего месяц но за это время продажи на одного сотрудника выросли на 40 процентов по сравнению с прошлым годом потребление электроэнергии сократилось на 23 процента а расход бумаги на 59 и все остались довольны а еще в microsoft решили заменить всех инструкторов искусственным интеллектом скоро можно будет не бояться нервных людей которые орут на поворотах вместо обучения сейчас это тестируют в индии смартфон устанавливают на приборной панели он сканирует лицо водителя и просит начать тест нейронка измеряют взгляд водителя траекторию движения машины и расстояние от объектов на дороге с помощью передней и задней камер есть один минус искусственный интеллект пока не может дать вам полезных житейских советов дороге рассказать байку или научить правильно жить на этой неделе глава twitter джек дорси устроил батл с цукербергом марк рассказал как модерирует и зарабатывает на политической рекламе на платформе дорси ответил что всю такую рекламу снесет потом фейсбук обновил логотип компании а дорси и тут же посмеялся над тем что твиттер пора тоже обновиться и сделать название капсом доставу нам бы такие они современные интернет войны и это все новости на сегодня подписывайтесь на канал ставьте лайки и жмите колокольчик чтобы не пропустить главные технологичные новости недели хороших выходных